Сегодняшняя проповедь называется «Муравьиное пробуждение». Обычно, когда мы читаем Библию, подобие редко находим, чтобы церковь имела подобие муравей. Оно подобно овцам. И, следовательно, часто церковь себя ведет, как овцы. Но самое яркое желание Божие по отношению к человеку, к личности, один из самых ярких – это муравьи. Книга-притча, 6 глава, с 6 стиха по 11. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы, пишу свою. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Заметите, Бог здесь говорит нам, чтобы мы наблюдали за муравей. И вот давайте попробуем посмотреть на все, чему нас учит Библия, что мы должны изучать от муравей. Первое. Заметите, здесь говорится в 6 стихе «Поеди к муравью». В этой жизни, даже в Божьем Царстве, ничего не достигается людьми, которые боятся прилагать усилия и войти в действие. Многие люди ожидают пробуждения. Думая, что пробуждение это будет, я сижу дома, и Бог двигается. И поскольку Он двигается, Он меня просит, «Приди, помоги». Нет, не так. Заметите, написано, «Надо вставать и надо пойти». «Пойди к муравью». Обычно это не «пойти к муравью, там собери деньги». Это «пойди учись». Это тут просто «иди к муравью, чтобы учиться». Оказывается, чтобы учиться, чтобы накапливать любое знание, понимание, в любом деле, надо учиться прилагать усилия. Притом, что интересно, эти действия не по твоему вкусу. Ленивец, самое неприятное для него это встать и куда-то пойти. Ленивцу легче лежать, 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 лежать. Даже есть такое написано в Библии, что ленивец руку в тарелку поставит, чтобы брать еду, и у него нету сил или желания поднять, чтобы поесть. Вы знаете, почему многие люди сегодня, они не имеют тот уровень, который могли бы иметь? ленивые. Почему часто нету движения в церквях «мы ленивы»? Элементарное нежелание выходить из зоны комфорта. А заметите, любой успех, особенно пробуждение, требует выходить из зоны комфорта. И вот получается, что в зоне комфорта мы ограничены, не получится нам двигаться. Даже наш Господь Иисус не оставался в зоне комфорта, когда Он хотел достичь нам. Вот как там написано 6 глава 9 стих притчи. «Да коли ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего». Заметите, ленивец характеризуется тем, что он спит. Понятие спать, в этом случае, конечно же, мы можем относить его к тому, что человек спит физически. Но есть больше, чем один вид спать. Ведь я знаю много людей, которые не спят физически, бегают, ходят, но в каких-то вопросах они спят. Есть вопросы в жизни, в которых они в глубоком сне. То есть, получается, человек не ленивец во всех вопросах, но есть люди, которые бывают они ленивцы в определенных вопросах, а не спят в некоторых вопросах. Вы знаете, характерная черта человека, который спит, он не соображает. Спящий то же самое, что как слепой. Он не видит, он не слышит, как глухой. Он ничего не замечает. Он спит. И вот, что мне нравится, что мне нравится, в 2-м сфере написано, «Доколе ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего?» Это видно, что встать от сна принимает решение ленивец. Заметьте, написано, что его обвиняют, что «доколе ты будешь спать, когда ты встанешь?» Действующее лицо кто? Он? Это он должен встать. Это он должен просыпаться. Это означает, если есть какая-то сфера в жизни, где мы как церковь спим, где ты как лично спишь, из-за чего у нас нет пробуждения или нет того успеха в том направлении, куда ты хочешь двигаться. Ответственность просыпаться лежит на тебя. И поэтому говорит о том, что я это не понимаю, обвинять некого. Придется тебе в этом вопросе встать. Я вам скажу честно, есть много вопросов, в которых нам с вами надо просыпаться и проснуться. Потому что если мы не проснемся вовремя, мы тогда проснемся, когда автобус уже уехал, самолет уже взлетел, вы понимаете, поезд уже уехал. А мы проснулись, да, но уже поздно, не вовремя. Поэтому главное не только проснуться, но проснуться вовремя. Поэтому многие люди говорят, а я не ленивый, я работаю, я бегаю, я что, дело не только в этом. И один из характерных чертей ленивца это спать, да, просто не хотеть ничего делать. А второе это сон. А сон это тоже ленивец. Например, человек, он может быть сонный в своей молитве. Он спит в молитве. Имеется ввиду, нету молитвы. Он бегает, он активнее, но не молится. И Бог обращается к нему, говорит, ленивец, доколе ты будешь спать в твоей молитве? вставай, начинай молиться, потому что твое будущее под угрозой из-за отсутствия твоих молитв. Первое царство 26, 5. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился, станом, и увидел Давид место, где спал Саул. И вот когда пришел туда, смотрите, там спят Саул и Авинер, сын Ниров, военачалник его. Саул уже спал в шатре, народ расположился вокруг него, и обратился Давид и сказал, там, короче, кто со мной пойдет? К Саулу стану. И отвечал, Овеса, я пойду с тобою. И пришел Давид с Овесой к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копья его воткнута в землю у изголовья его, а народ лежит вокруг него. Овеса сказал Давиду, предал Господь ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Какие они специалисты. Но Давид сказал Овесе, не убивай его, ибо кто поднял руку на помазанника, Господь останется ненаказанным. И сказал Господь, жив Господь. Короче, он его не трогал, но не это главное дело. Саул гоняется за Давида. С кем он это делает? С главным воином Израила. Авинер. Лучше воина у Саула в Израиле в то время не было. Эти люди Давида, так называемые люди Давида, они еще не были такие мощными, они только поднимались. Ну, кроме Овеса, вот этот, который согласился. Давид, он был таким смелим. Вы понимаете? Там расположился стан Саула, они его ищут, хотят его убить. И ему приходит в голову мысль, я хочу туда пойти. Кто со мной пойдет? Вот иметь таких лидеров, это всегда головнокружение. Но что мне понравилось, нашелся такой же Овеса, сказал, я с тобой пойду. Это же равняется смерть практически. Но вот они пошли. Когда они пошли туда, Саул копия, оружие, авенер, армия, понимаете, им сколько надо, чтобы убить Давида? 30 секунд. Но единственная проблема сон. Они спят. они мастеря, но спят. У них оружие, но спят. Вы понимаете? Они за секунду могут уничтожить Давида, но спят. Помазанные, но спят. Умные, но спят. Способные, но спят. сегодня очень много людей в церкви имеют такие таланты, такие способности, такое сделали бы для Божьего Царства, такие бы компании подняли. Они умеют, между прочим, мозги хватает. Даже слушаешь, как они говорят, лучшего не придумать. Но сон ограничивает и не дает им двигаться, как должно. И вот вопрос такой. Что такое я проснулся? 15 стих это продолжение. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Человек, который проснулся, он может оценивать ситуацию. Не как неразумнее, но как мудрее, дорожа временем потому что дни люкавые. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Заметите, это признак того, что человек проснулся. Он дает оценки правильно, он реагирует правильно, он смотрит рассудительно, он мерит дела с временем, он проснулся, он все видит отчетливо, понятно, и сюрпризом ему мало будет. Почему? Он не спит, он проснулся. Говорится, иди к муравьям, вот в шестом стихе, пойди к муравью, наблюдение ускоряет понимание. оказывается, наш ум быстрее начинает соображать, если я вижу зрительно что-то, что делается, иногда много объяснений сложнее, но наблюдение ускоряет понимание, потому что Бог мог бы говорить с этим ленивцем, ленивец, надо в жизни быть стратегом, надо в жизни быть прилежным, надо в жизни и перечислить 250 дел, которые надо. ленивец забыл бы через 5 минут все, ничего бы не запомнил. Но что Бог ему предлагает? Пойди к муравьям и посмотри. Скажите, посмотри. Я вас не слышу. Вы знаете, что в жизни метод наблюдения одно из самых лучших методов для того, чтобы расширить способность понимать. Заметите, что у этих муравей. Первое, чувство ответственности. Никто им не приказывает, никто не кричит на них, никто не орет на них, но они ответственны. Притом нет такой, вы никогда не видите муравей, которые говорят, а я устал, а это ничего не делать, как Марфа и Мария. Марфа и Мария это и свойственно людям. Муравей, он пахает, уже вечер, темно, можно встречать еще одно какое-то, которое хотят успеть еще какой-то кузнечке принести. Притом он один, все уже спят. Он почему-то считает, что благосостояние, как их называется это семейство, муравейника, что благосостояние муравейника зависит от него одного, что он должен свою часть сделать. Если мы хотим это муравейное пробуждение, надо, чтобы каждый из нас научился брать на себя ответственность. Скажите со мной аминь. у них есть чувство ответственности. У них есть чувство срочности. Надо успеть. У них есть командный дух. Вы знаете, муравья, когда они выходят из своего этого, из муравейника, и он нашел еду где-то. Один нашел. А он на себе там глядет и нашел. Обычно, когда он идет туда, это же ученые говорят, он на пути оставляет какое-то химическое вещество, которое помогает другим муравьям узнать, куда он пошел. И они за ним, ищут к нему. Команда. Притом, это такая команда, которая доверяет другим членам команды. Когда один муравей тащит какой-то червя огромный, который еще крутится, пытается сбежать. Другие муравей сразу прыгнут на него. Они не говорят, а ты ловил, сам сделай. А зачем ты начал такой огромный червь, надо было не трогать. Нет, они сразу все, притом некоторые из них умрут в этом процессе, они сразу все, и все кусают, воюют, мы сделали, и потом тящит за собой вместе. Они доверяют друг другу, как команда. Если мы хотим пробуждения, вот это муравейное пробуждение, надо научиться доверять другим людям. Муравьи, они они двигаются, нету там повелителя, нету началника, значит, кто же их двигает? Они движимы чем-то внутри. Что-то, кто-то скажет, инстинкт, который вложил Бог, да, пусть будет, но что-то в них вложено. Что нету повелителя, но все делать вовремя. Никто не приказывает, но все исполняют. Вывод. Очень плохо, когда ты человек, который двигается, исходя из повеления изнаружи. Это признак, что ты еще младенец, ребенок. Оказывается, желание Божия, специально указано, нету повелителя. Бог желает, чтобы мы с вами были настолько наполнены внутри чем-то, что оно нас двигает. Как я могу знать, что я наполнен Словом Божьим? Просто. Когда оно начинает меня двигать, значит, я наполнен. Как я могу знать, что я наполнен Духом Святым? просто. Когда Дух Святый начинает меня двигать, значит, я им наполнен. Вопрос, чем ты наполнен? Легко очень узнать, куда ты двигаешься. Это показывает нам, чем ты заполнен внутри. Это ответственность каждого из нас вложить внутри себя правильные вещи, потому что эти вещи завтра будут двигать нас. Скажите со мной аминь. А как мы заполняем? Что мы читаем? О чем мы размышляем? Если я выхожу на улицу сейчас и встречаю человека, который кричит на кого-то, я знаю, эти крики не сегодня начались. Этот человек сам себя кормил размышлениями до этого. Если он кормил себя размышлениями хорошими, вместо крика он бы предпринял другой метод решения вопроса, а не крики. Заметите, Библия говорит, Экклезиас 3.1 Всему свое время и время всякой вещи под небом. Муравья это понимают. Всему свое время. Использую время возможности на максимум. Умение использовать время мудро называется стратегичность. Муравьи думают напериод. Вот этот мозг как тетчка понимает. Сейчас лето, надо собирать еду. Потому что будет зима, когда я не смогу. Попробуйте наблюдать у христиан. Нет. А у муравей есть. Когда увидят, они бегают, не мешайте мне, не мешайте, я занят. Потому что они знают, что придет зима, когда невозможно будет собирать. Вот этот принцип смотреть заранее, это называется стратегичность большая. я вот когда был маленьким пас овцетом, иногда нечем заниматься. Они себе кушают, или уже наелись, лежат, себе спят. Смотрю, вижу муравейчики идут друг за другом. Я подошел, поставил палочек в дороге, помешал им. они не сказали, ой, я бы двигался вперед, если бы не этот палочек. Мне помешали палочек. Нет. Подошел первый муравейчик, увидел палочек, повернулся налево, обходил меня и пошел дальше. Полностью игнорируя мой палочек. Вот это христиан не умеют игнорировать. Как он так, с таким глаз, взглядом на меня посмотрел? Я не буду... Нет. смотри на муравейчик. Палочек налево, цели идем. Мы не бросаем цели из-за мелочи, которые мы встречаем в дороге. Сколько людей здесь сидят? Вы бросили цели из-за мелочи. Вы бросили себя из-за мелочи. Вы поставили себя в состояние, где вас перестают уважать из-за мелочи. А муравей, они понимают, в этой жизни некоторые вещи надо игнорировать и идти дальше. Главное, нужно цели достичь. А палочек, который в дороге, пусть себе лежит, устанет, уберет. Пока оно лежит, мы найдем себе новую дорогу. Заметите, согласно притче 30 глава, 25 стих, муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Муравьи, силы у них нет, крепост у них нет, кулаками бросаться не умеют, но то, что у них есть, мудрость, стратегичность, они это используют и получается отлично. Все способности, которые нам дал Бог, они работают. Они не должны быть похожи на всех остальных. Не должны. Так задумано. Не должны они быть похожи. В этом наш успех. Должно быть все разное, подходы разные, умения разные, дефициты разные, но когда каждый использует то, что он имеет, тогда у нас получится большое взрывное пробуждение. У них есть мудрость. Первое Хоримферам 1.30 Библия говорит, Иисус делался для нас премудростью, искуплением, праведностью, святостью от Бога. Скажите мне, прощение грехов это теоретические прощения или на самом деле фактически наши грехи прощены? Если фактически наши грехи прощены, то тогда и мудрость, которая говорится тоже фактически мы с вами внутри себя мы имеем мудрость от Бога. Иногда это вот то, что не хватает. Вроде все есть, но мудрость, тактичность нету. Человек блестящий, человек вообще, но не хватает мудрости. Элементарные умения сопоставлять то с тем, вникать, понимать и понять, как лучше тут двигаться, вот это порой чуть ли не главное для некоторых людей. А если я читаю правильно, Иякова, первая глава, 5-6 стих, Иякова, 1-5-6 стих написано, кому не достает мудрость, допросит у Бога, который даст ему. Но допросит с верою немало не сомневаюсь. Соломон славится в Библии, потому что мудрость, он был мудрым, и что принесла ему это мудрость. Богатство, он был самым богатым за все времен. Богатство связано в прямом с мудростью. Мудрость во многом определит, что будет в твоей жизни. а сейчас смотри, ты что сделал со мной Господь. Смотри. У вас какое-то ухо не слышало? Да, левое. Левое. Правое слышало? Вы можете закрывать мне правое ухо? Вы меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слова Господу это ухо